Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу 8 правил по уходу за собой. Я много показываю процедуру из салонов красоты, но это совершенно не обязательно, можно все сделать дома. Первое, чтобы разогнать рост волос и отрастить в целом волосы, нужно их стимулировать. Два раза в неделю я использую такой прибор как Дарсонваль. Я очень удивилась, когда узнала, что он был изобретен аж в 1891 году французским врачом-физиологом Жаком Дарсонвалем. А я помню этот прибор, когда им пользовалась еще моя мама. Он воздействует на сосуды и работает с микроциркуляцией крови. Это очень хорошо питает корни волос, и если нет никаких противопоказаний, то через месяц использования появится подшерсток, который вырастет в новые волосы. Также мне нравится использовать его на высыпаниях на спине, он их подсушивает и убирает воспаление. Постоянная стимуляция Дарсонвалем приводит к образованию пушковых волос, поэтому аккуратнее с тем, чтобы использовать его на лицо. Нужно ознакомиться с перечнем противопоказаний, тогда отличное средство. Как убрать отеки с тела? Чтобы выжать себя как ежевичку в Чарльз Шоколадная фабрика, можно использовать вот такой вот МФР-массаж. Как видите, моя фигура еще не идеальна, и я стараюсь работать над этим. Мне хорошо помогает МФР-массаж или миофасциальный массаж. Это техника самомассажа, которую часто можно увидеть в фитнесе для расслабления мышц, растягивания ткани. Я люблю это использовать для спины, у меня спина всегда хрустит. Растягивание так называемой фасциальной пленочки, которая оплетает все наши органы. И, конечно, такой массаж помогает стимулировать мышцы, которые выводят лишнюю жидкость из организма, от которой, как вы поняли, я очень люблю избавляться. Сам массаж приятный, но местами очень болючий. После этого у меня действительно уходит объемов талии. Уже давно научно доказано, что жировая прослойка на большую часть состоит из воды, и, в принципе, это полезная штука для мышц, потому что очень хорошо растягиваются и проминаются сами мышцы. Сухость губ. Как с ней я борюсь, так мои губы выглядят 90% времени. Это все из-за того, что я их кусаю, облизываю, когда нервничаю. Конечно, не стоит этого делать, если у вас есть такая привычка, то нужно постоянно увлажнять губы маслом. Я очень люблю этот масло-блеск от Clorans. Он безумно комфортен на губах. Эта текстура одновременно питает, увлажняет и защищает кожу губ. Этот масло-блеск я использую не только как уходовое средство, но и как декоративный блеск. Делаю форму карандашом, растушевываю и наношу масло-блеск. Он одновременно ухаживает за губами и создает зеркальное покрытие. И самое главное, к нему ничего не прилипает. Лоснящаяся и здоровая кожа. Чтобы она таковой была, нам нужно всеми правдами и неправдами удерживать в ней воду. Для этого с утра перед нанесением тонального средства я использую многофункциональную сыворотку-спрей, дальба, сыворотка наполнена маслами авокадо, экстрактом белого трюфеля, ниацинамидами и семенами чия для глубокого увлажнения. Такой состав удерживает и запечатывает всю влагу внутри нашей кожи, создавая микроплёночку. Также вечером в течение дня, особенно перед компьютером, мне очень нравится увлажнить и освежить кожу. Это сразу убирает чувство стянутости и кожа выглядит более сияющей. Сейчас мне 25 лет и я хочу сохранить молодости и красоту кожи на долгие годы, поэтому вечером стоя перед зеркалом, я знаю, что есть несколько этапов, которые помогут моей коже это сохранить. Первым этапом я очищаю кожу, смываю макияж, после чего использую двухфазную сыворотку от Clorans, в ней 21 растительный экстракт, например, экстракт куркумы. Я очень люблю пить golden milk, поэтому лайк. Двойная формула создана по аналогии с гидролипидной мантией кожи, это активный этап, который будет работать на меня всю ночь. Следующим этапом закрепляю все гидрогелевой ночной маской, которая поможет сохранить влагу и оставить работать сыворотку до утра. Днем я использую ту же сыворотку, а дальше закрепляю дневным кремом. Почему у меня шелушится кожа? На нас есть верхний роговевший слой кожи, и его не нужно снимать. Его нужно питать. Вспоминая, из чего состоит наша кожа, это гидровода и липиды жиры. Чтобы тело оставалось увлажненным, мне нравится хорошо распарить тело в душе, напитать его влагой и сверху нанести масло. Таким образом, я запечатываю влагу внутри, впитая роговевший слой кожи, который защищает меня от внешней среды. В данный момент это сухой воздух от отопительных приборов. Ну и, конечно, кожа будет справляться лучше со всякими вирусами и бактериями, если она увлажнена. И она просто не надламывается, не надрывается из-за вот сухости батареи, к примеру. Чтобы избавиться от отеков на лице, я начала использовать недавно гимнастику. Моя большая проблема, у меня постоянно подняты плечи вверх. Из-за этого большой спазм мышц шеи. Я прям чувствую, что это становится причиной моих отеков на лице. Идеальный вариант для того, чтобы удлинить шею. Я хочу и то, и другое, поэтому раз в день я обязательно делаю такую разминку, прислоняя голову к стене, как к опоре, и аккуратно потягиваю голову в обе стороны. После того, как мышцы чуть-чуть разогрелись, можно помять руками. Еще очень хорошо помять мышцы груди. А после небольшое упражнение для тонуса и опять, чтобы разогнать воду. Это уход за пяточками ваших ног с помощью кислотных пэдов, которые вы создаете в самих домашних условиях. Так вот выглядят мои ноги. Сразу видно, я хожу больше не на пятках, а на носках. Это моя проблемная зона. Этот состав на основе мочевой кислоты. Он помогает размягчить роговевшую кожу на ногах и пятках. Поэтому я использую перчатки. Смачиваю ватный диск и делаю примочки буквально на минуту. После чего прохожусь по проблемным зонам пемзой. Тщательно смываю этот состав и наношу крем для того, чтобы закрепить результат. Допустим, если я использую только пемзу, то у меня кожа немного шершавая. Кожа более гладкая за счет того, что немножечко шлифуется за счет кислот. Вот такое вот видео у меня получилось. Надеюсь, вам понравились эти лайфхаки. Вы их как-то используете или что-то, может быть, вам пригодится. Или, может быть, вы просто вдохновились. А это были все мои правила по уходу за собой. С вами была Даша Кей. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Короче, да, я понимаю, эта рубрика устарела. В общем, я подумала, что надо сделать конкурс на самое креативное название этой рубрики. Если вы хотите поучаствовать, то вам нужно поставить лайк на это видео, подписаться и оставить комментарий внизу, как назвать эту рубрику, чтобы это было стильно, задорно, собирало хороший просмотр, где я буду ухаживать за собой, показывать свои лайфхаки, по уходу за собой, за волосами, за собаками, за кошками. Как называть эту рубрику? Как, дорогие мои? Как? И за самые креативные комментарии, которые мне понравятся и покажутся более классным. Может быть, я так назову свою рубрику и подарю, точно, подарю какую-нибудь косметичку. И подарю косметичку, в которую соберу несколько продуктов просто для поднятия настроения. Напишите свой креативный вариант, название этой рубрики. Надеюсь, вам понравилось это видео. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!